Всем привет, дорогие друзья! Это будет действительно интересно, потому что по предыдущим видео, в такой же рубрике, когда я проходил карту The Escapist, мне кажется, она вам действительно понравилась. Поэтому я решил больше находить и больше проходить вот такие карты, которые сделаны по мотивам какой-то игры, перенесены в Майнкрафт или по мотивам какого-то сериала или фильма. Мне кажется, что это действительно будет интересно. Но, ребята, перед тем, как начать, я бы очень сильно хотел вас попросить поставить лайк, ведь действительно, ребята, каждый лайк, это большая для меня мотивация, каждый лайк дает мне больше сил. И если вы хотите увидеть новую серию Ходячих Мертвецов завтра, то, ребята, 700 лайков, и я вам даю зуб, что завтра же выйдет следующая серия. Не послезавтра, а именно завтра. Каждая новая серия, каждый день. Также, ребята, если вы хотите со мной пообщаться, я общаюсь с всеми подписчиками, все, что у вас требуется, это просто-напросто ставить свой комментарий под этим видео, я его прочитаю, отвечу, также с тобой пообщаюсь. И последнее, ребята, это подписывайтесь на мой канал, я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Я отношусь к вам как действительно к каким-то друзьям, поэтому, ребята, не стесняемся и подписываемся. А мы приступаем к самому прохождению этой карты. Ну что, ребята, это как будто лобби, да, вот тут написано, старт мап, и мы начнем, мы начнем наши путешествия в мире после апокалипсиса, зомби-апокалипсиса. Давайте не будем тянуть и сразу же начинаем. Опа! Так, где мы появились в каком-то туннеле. Ага, нам что-то в чат пишет. Я был на этой дороге несколько месяцев, мне нужно найти место, где я могу отдохнуть недолго. Это реально очень круто, ребята, я не играл в эту игру, в эту карту, я просто-напросто смотрел обзор, мне, если честно, даже понравилась эта карта. Она, если честно, даже очень сильно интересная, мне будет действительно интересно и приятно даже играть на этой карте. Давайте сейчас посмотрим, что и как тут нам нужно. Что у нас в инвентаре есть? У нас есть 10 стейков, лук, unbreakable. Ага, то есть, нифига себе, тут бесконечный лук, 25 стрел и шарпер... О, нифига себе, я сначала подумал, что это кремень обычный, а это, оказывается, камень, да, которым... С помощью которого мы сможем дубасить зомби по башке, если честно, это даже будет очень круто. Так, что мы тут видим, ребята? Что мы тут видим? Мы выбежали с того туннеля, тут у нас налево, тут у нас на... Ух, там уже зомби. Там уже зомби. Это как будто тюрьма с ходячих мертвецов. Давайте посмотрим, что это. Так, сюда нету прохода наверх. Ладно, давайте нажмем на кнопочку. Этот генератор обеспечит электричество для твоей базы. Если он будет разрушен, твоя база тоже будет разрушена сразу же после того, как генератор будет уничтожен. То есть, это наша база, как я понимаю. Наверное, да, потому что в чате же написал о самом начале, что нам нужно найти какое-то классное местечко, чтобы там мы смогли обжиться ненадолго. Ребята, я играю на нормальном уровне. То есть, не я даже играю, а... Мне кажется, сейчас нужно... Сейчас. Ой, 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 ой. Это, ребята, даже не я играю, а разработчики этой карты сделали то, что даже, видите, нельзя менять. Нельзя менять сложность этой карты. Ух ты. Так, сейчас. Дайте-ка я этого завалю и посмотрю, что нам там чат написало. Опа, опа. Ребята, смотрите, что я заметил. Нам с этих зомби выпадает, во-первых, это гнилая плоть, но это естественно. А во-вторых, сейчас. Вот. А во-вторых, нам, ребята, выпадает башка зомби. Зомби-хед can be placed on netherrack. Нифига себе. Ух, там сзади нас нет. А ну, сейчас. Это круто. Я не знаю, зачем это. Сейчас посмотрим. Ну что тогда, давайте мы их замочим как можно больше. Так, я хотел прочитать, какая же там, какая же там у нас цель, но мне таки не дали. Так, вот тут давайте остановимся. Что там, что нам там написали? Ага, это место будет хорошим местом для нашей базы. Ага, значит мы включили тот генератор для этой базы. И новая цель, это убейте всех зомби, которые тут находятся. Да, чтобы просто-напросто очистить территорию и чтобы сделать ее нашей базой. Ух, что-то мне кажется, мы долго этим будем заниматься. Давайте быстренько их всех замочим. Это действительно будет очень круто. Ну идите сюда, тварь. Их тут, как я понял, очень и очень и очень даже много. Вот смотри, что я заметил. Вот Незерег, ребята. Ха, то есть нам, наверное, нужно туда будет поставить эти башки зомби. Потому что на них же даже написано то, что зомби башка может быть помещена на Незерег. Незерег. А фиг его знает. Ча, ребята, посмотрим. Давайте, давайте сначала выполним вот это главное задание. Это убить всех зомби, чтобы расчистить территорию и чтобы сделать это нашей базой. Ну что-то мне кажется, это, ух ты, нифига себе. Что-то мне кажется, то, что это будет действительно очень долго, потому что их очень много тут. А у нас оружие только кремень, то есть только камень. Только камень у нас есть. Это не очень круто. Но смотрите, мы уже потихонечку, мы уже потихонечку расчищаем. Вот там еще задний двор, как я понял. У нас, в принципе, есть лук. Я, наверное, сейчас луком буду пользоваться. А тут у нас что такое? Тут у нас... Я не вижу через эти... О, вот так лучше. Что-то там у нас есть внутри, наверное, наша база будущая. Давайте, давайте, ребята, мы все-таки расчистим это как можно быстрее. Даже с окон вылазит, прям реально, как в ходячих мертвецах. Они, наверное, на звук реагируют. Так, они быстрые, сразу не такие быстрые. Так, круто, все, мы тут, ребята. Больше никого или... Или еще кто-то будет? Ну, тут... А, нет, вот еще одна чукча. Вот еще одна чукча спряталась. Вот так. А, еще кто-то есть? Хм. Это немного странно. Что там внутри? О, вот, зараза, спряталась. Во, все, наконец-то. Так, put the zombie heads... Ага. То есть, смотрите, как я, наверное, и думал, нам нужно вот эти башки сюда поставить, да? О, еще там что-то. Вот выпало. Burn them all. Ага. То есть, сожги их всех. Наверное, вот так нам нужно, да? То есть, в чате нам написало, что нужно разместить вот эти все башки вот сюда, в эту лужу зомби. О, нифига себе, они как будто сгорели. Так, база захвачена, да, ребята? Это наша база, продолжаем. Ого, три недели спустя. Так быстро три недели пролетели. То есть, мы проснулись, да? О! Это, то есть, выжившие к нам пересоединились. Офигеть круто. Это что? Арон. Арон, ага, бедрок на бедрок. Отличная сделка. Не представляю, зачем? Один, один, ничего особенного. Виктор. Да, Витя, ты, конечно, жадный. Чего у тебя тоже нету. А вот, что тут мне интересно? О, кто-то мне в чат написал. Good morning. То есть, доброе утро, это твоя очередь идти в расчистить туннель. Я говорю. Да, я знаю. Кто-то с вас слышал выстрелы последнюю ночь? Я думаю, что они пришли на заправку. Чёрт побери, это должны быть бандиты. Хм. И я говорю. Я проверю заправку чуть позже, но сначала я пойду расчистить туннель. Новое задание, расчистить туннель. То есть, пойти в него. А мне кажется, это тот туннель, с которого мы пришли. Да, мы же, когда начинали проходить эту карту, мы же сначала в туннеле появились. Может, ребята, это там. Так, это что такое? Что мы можем купить? Foundation, Shelter Blueprint, а Shelter for... Так, сейчас. Stratzer and Printer. Сказ. Арми. Сейчас. Если я хорошенько понимаю, мы можем покупать новые здания? Shelter Blueprint. А, то есть, новое помещение для новых выживших. То есть, если мы это купим, должно быть помещено на золотой блок. Золотой блок. Во! То есть, смотрите, если мы купим этот блок, если мы его поместим вот сюда, мы сможем построить новое здание? Офигеть! А в этого что? Can we place a wooden wall? То есть, это... Смотри, wooden wall это деревянная стена. Это... Iron fence. Это деревянная стена с железными решетками. И стена. То есть, мы сможем даже улучшать вот эту стену нашу. Офигеть! Что в этого, Чупчи? Ага, 13 зомби-башки. 3 стрелы. Ага, ага. Ага, то есть, хилка. Понятно. Это что? Main gate is open. Doors are closed. Ну, допустим... О, нифига себе! Смотрите, ребята, мы этой кнопкой можем открывать все двери в здании. И закрывать. А это? А это, если я понял? Мы закрыли двери! Ахахаха! А это? А это мы открыли двери. Ребята, как бы это странно не звучало, хоть это и Minecraft, но у меня уже есть даже такое, знаете, ощущение. Тут действительно присутствует атмосфера какого-то апокалипсиса и каких-то реально ходячих мертвецов. Потому что реально так пробирает немного, потому что у нас есть возможность закрывать двери, у нас есть возможность покупать новые здания. Я, если честно, не знаю, как это все работает, но мне кажется, действительно будет круто. Даже в чат пишет нам задание. У нас, ребята, есть миссии. Это офигеть! Не каждый день... О, вот действительно! Вот смотрите, мы оттуда возвращались, там ничего не было. Сейчас там машины. Или что это? Вот я стену какую-то... Это машины или стена? Это машины. И вот зомби. Офигеть, ребята, тут все меняется на наших глазах. То есть, эта карта действительно офигенная просто. Наверное, все-таки лучше прыгать и их бить, да? Так больше критический удар им будет на башку их прогнившую, да? Зомбацкую. Вот, башки. Кто-то там еще... Ух ты! Ну, как я понял, нам нужно действительно расчистить туннель. Нам нужно расчистить туннель, нам же дали это задание. Давайте покушаем. И вот эти головы, которые выпадают в зомби, если честно, тоже очень полезные. Потому что мы можем покупать стрелы, да? Мы можем купить потом стрелы. И это даже очень круто. Это даже очень круто. Ребят, я понимаю, что вас там очень много, но как-то хватит уже. Ух. Как-то вас там... Нам бы, если честно, меч хотя бы какой-то или какое-то оружие, я не знаю. Может, позже нам дадут? Ну, не может, а, наверное, нам все-таки дадут. Так, 23 уровень у нас. Охренеть просто. Так, давайте быстренько... Ой, за нами там уже пришли! За нами там уже пришли! Я уже напугался. Это что? Что-то там нам дали как... Сейчас. Там что-то нам дали. А, молотов! Ребят! Я хорошенько понял. Нам дали коктейль молотова? Молотов. А, ну давайте соберем зомби. Давайте соберем их. Офигеть! Ребята, вы в курсе, что тут даже есть коктейль молотова? На этой карте есть даже коктейль молотова. Мне эта карта действительно начинает очень-очень сильно нравиться. Это очень круто. Так, главное, главное ничего не пропустить. Тут вроде ничего больше нет. Мне эта карта, если честно, очень даже нравится. Как я понял, после этого туннеля нам нужно будет идти... Нам нужно будет идти на... На заправку, да? Если я хорошенько помню. И на заправке нам тоже нужно кого-то встретить. То есть, как я понял, на заправку прошлой ночью напали бандиты. Ну идите сюда, заразы. На заправку прошлой ночью напали бандиты. И нам нужно пойти туда это все рассмотреть. Как я понял, да? И после этого мы, наверное, пойдем туда. Хотя, вот смотрите, ребята. Нам же дали вот эти блоки. А с этих блоков мы же там что-то можем купить новое здание. Сейчас, ребят, это, если честно, очень даже захватывающе. Но где вы видели, чтобы вы могли покупать здание в Майнкрафте, в карте? В одиночке, не на серверах, а в карте? Офигеть. Если честно, это меня даже очень сильно заинтриговало. Мы сейчас пойдем и мы сейчас посмотрим, что же мы сможем купить. Главное дойти сейчас до дома. Вот он уже тут. Вот мы, вот мы, вот мы доскакали до нашего дома. Я не знаю, стоит ли закрывать ворота. То есть, может быть... В принципе, мне кажется, стоит. Потому что в тех же ходячих мертвецах там куча заборов, куча оград. Если ты это все не будешь держать под замком, то просто-напросто через дверь к тебе вломится там толпа зомби и разрушит всю твою базу. Ну что, мы закончили задание, как я понимаю. Сейчас, давайте купим. Что я там мог купить? Что я там мог... Вот! Вот, ребята, смотрите. Вот, да. Shelter Blueprint. A shelter... A shelter full... Ага, то есть, давайте сейчас... Я просто не знаю, что с этого получится. Что я там... Ага, вот. Я не знаю, что с этого получится. Давайте посмотрим. Ребята! Новое здание появилось. Офигеть! Эта карта меня убивает все больше и больше. Ну, в хорошем смысле. Так, что мы в этого чудика можем купить? Бомбу! И мы уже... Офигеть, мы уже ее можем купить. Ребята, мы купили бомбу. Instant Hell 4. Instant Damage 4. Офигеть! И молотов мы можем купить. Ну, в смысле, тут мы сможем, сейчас не можем, но потом, если у нас будет листочек вот этот, то, может, даже сможем. Офигеть, ребята, если честно, эта карта мне очень нравится. Мы бомбу купили. Мы пошли расчистили туннель. И что самое главное, вы можете покупать здание в этих чупчей. Вот смотрите, мы можем себе проапгрейдить стену, то есть, чтобы она была получше. Мы также можем... Ребята, мы также можем купить... Вот это мы уже купили, да? Новые жилища для выживших. И в тех же выживших мы можем покупать... Мы можем покупать себе новые предметы, да? Потому что это новый выживший. То есть, получается, новый торговец. Это очень круто. Что мы еще можем купить? Так. Storage Room. Скажет, паттер, сапплей, сэплей, 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 сэплей... Ребята, не знаю, кто не знает более-менее английский, я вам сейчас переведу. Ваши помощники смогут пойти за припасами и сами принести их вам. То есть, мы сможем... Чмирей, короче. Мы заведем чмирей, будем их посылать. То есть, мол, идите там за забор, и ищите там припасы. И без припасов, короче, вообще не возвращайтесь назад. И они нам будут припасы... Я бы, если честно, очень хотел это увидеть. Нам нужен фундейшн, а фундейшн делается с двух стонбрикс. Короче, нам еще нужно два стонбрикса, чтобы мы вот это сделали. Офигеть. Короче, как это можно перевести? Это как будто оружейное. То есть, мы купим себе склад, на котором мы сможем покупать себе различные оружия. Ого. Нифига себе. Я это, если честно, сначала даже не заметил. А-а-а, смотри, сейчас. Can break flower. Дарик. Мы вот этим можем ломать цветки. Знаете, зачем я сейчас пойду? Я тут где-то цветок на заднем... На заднем дворе видел. Вот где-то, вот где-то... Вот он, вот он. Вот. То есть, блоки тут ломать нельзя. Вот видите, тут на карте сделано, что блоки... Я даже траву не могу ломать. То есть, это очень круто. Но специальными предметами мы можем ломать, для чего эти предметы предназначены. Это очень круто, ребята. Эта карта, это офигеть. Поиграйте, не пожалеете. Она реально очень даже крутая. Так, нам нужно сюда пойти. Вот в этого чувака мы можем купить себе нужные предметы, чтобы выжить в зомби-апокалипсисе. Ага. Так, сейчас. А где это... Нет. А где это видел? Или это мне показалось? Может мне... Может в этого? Это тоже на доктора прям какого-то похож. Это я в этого чувак? Да, в этого я видел. Смотрите. Один сюда, один сюда. И мы купили себе зелье здоровья. Да, то есть, можем вы... Офигеть, ребята. Это, если честно, очень даже мне нравится. Закроем двери на всякий случай. А то сейчас ночь на улице. Вдруг. Так, что бы можно выложить? Я не знаю, если честно. Вот это давайте выложим. Может мы купим стрелы? Мне кажется, стрелы это будет очень даже полезно. Вот так. Вот так. Замечательно. Мы купили себе стрелы. Это очень круто. Всё, больше мы тут ничего не можем покупать. Фух. Эта карта мне, ребята, даже очень сильно нравится. Но всё же, мне кажется, на этом уже можно закончить. В следующей серии мы пойдём на заправку, на которую напали бандиты. И это обещает, ребята, быть даже очень и очень захватывающим. Потому что мы пойдём разведывать местность, которая находится вокруг нас. Будем ходить за припасами. И, ребята, честное слово, на данный случай. То есть, в этот момент эта карта мне очень сильно нравится. Тут есть очень, очень куча возможностей. То есть, большая, очень много возможностей. Что самое большое, что меня убило? То, что мы можем покупать здание на нашем дворе. То есть, как я... Дайте я открою ещё раз двери. Как я понял, вот смотри, мы купили вот то здание, оно появилось тут. Потому что на начале серии тут ничего не было. И вот тут ещё куча места. Мне кажется, если мы будем покупать следующие здания, то тут тоже много чего появится нового. Если честно, ребята, это очень даже круто. Но всё-таки на этом мы будем заканчивать. Я бы хотел повториться то, что как только мы наберём 700 лайков на вот этой серии. И, ребят, я вам честно, прям обещаю, как только мы наберём 700 лайков на вот этой серии, в ту же минуту выйдет следующая серия ходячих мертвецов. Я буду очень сильно рад, если вам вот это понравилось. Потому что это, если честно, очень даже захватывающе. И мне кажется, что это действительно будет очень даже прикольно. Поэтому, ребята, не стесняемся ставить лайки. Это действительно большая для меня мотивация. Я также буду просто-напросто благодарен вам, как своим подписчикам. Также, ребята, оставляйте свои комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я отвечаю на вопросы подписчиков. Вот даже с тобой я могу запросто пообщаться. Всё, что от тебя требуется, это ставить комментарий под этим видео. Я с большим удовольствием на него отвечу. Также, ребята, подписывайтесь на мой канал. Потому что, если не подпишетесь, я вас зарежу. Смотри, какой я себе ножичек купил. Это ручка, прикиньте. Ножичек с Counter-Strike M9. Это прикольный. В школе знаю. Ну чё, тварюга? Ну чё, пирожок мне? Паскуда, быстро дала в столовую или сейчас зарубаю? Это реально даже прикольно. Но всё же, ребята, не об этом речь. Подписывайтесь на мой канал. Я буду очень сильно этому рад. Вступайте в нашу большую дружную семью. Не стесняемся. Я действительно буду... Блуду. Буду очень сильно этому рад. Ребята, всем все за просмотр. Я надеюсь, вы ждёте следующей серии. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok